Доброй ночи всем, кто еще смотрит телевизор. С вами Александр Жестков. Это сенсация. Ученые Оксфордского университета обнаружили, что интеллект женщины зависит, вы не поверите. От величины ягодиц. Чем больше ягодицы, тем умнее женщина. Более того, здоровее. Вероятность диабета и проблем с сердцем тоже пропорциональны размерам пятой точки, передает американский канал ABC. Ученые Оксфорда обследовали 16 тысяч женщин. Профессор Константинес Монопополус считает, что дети, рожденные от матерей с крупными ягодицами, интеллектуально превосходят других малышей. А исследователи из Калифорнии и Питтсбурга доказали, что женщины с непропорционально большими бедрами дольше живут. И в Америке уже начинают массово увеличивать бедра ягодицы, чтобы стать умнее и здоровее. Жительница Флориды Татьяна Уильямс недавно потратила почти 100 тысяч долларов на укропнение ягодиц. Теперь их обхват 152 сантиметра. Но россиянкам мы все-таки не советуем спешить. Риск врачебной ошибки в нашей стране очень высок. Девушка просит называть себя Джулия и не показывать лица ради красивого отражения в зеркале. Она дважды ложилась под нож хирурга. Захотела привезти бюст в форму. Заплатила за операцию 100 тысяч рублей, но результат разочаровал. Мне пришили за мои же деньги какие-то дыни огромные. Тут это был более-менее сосок, а тут вот сосок, как крышка от чайника такого размера. В итоге вульгарные формы пришлось переделывать уже за 300 тысяч и у другого врача. С любителем же больших форм девушка рассталась мирно. По словам специалистов, так поступает большинство пострадавших, предпочитая не ввязываться в судебный процесс. Статистика осложнений в эстетической хирургии прячут. Ни одна клиника не хочет показывать свои осложнения. Стараются, если совсем плохо, отдают пациентам деньги, чтобы никто не доводил. Это очень часто встречается. И на этом все дело закрывается. Поэтому выяснить нашей стране, сколько операция будет неудачной, нельзя. Общественник Андрей Хромов часто отстаивает интересы пациентов в суде. По его наблюдению, число жалоб за последние три года значительно выросло. Люди ошибочно доверяют пестрящей рекламе и рекомендациям. Сарафанное радио – это тоже не показатель. Не показатель по одной простой причине. Например, хирург сделал 100 операций. 50 у него удачных операций, 50 не очень удачных. Это значит 50 на 50. Ваша знакомая прооперировалась в первой половине, у нее удачно. Если вы пойдете на эту операцию, у вас вполне вероятно будет неудачный результат. Маргарита Грылова, Евгений Сембиряков. Главная тема. И все-таки пытаться перекроить свое тело под определенные стандарты – дело неблагодарное. Можно просто переехать в другую страну с иными представлениями о красоте. В некоторых районах Белоруссии и Украины мужчины брезгливо морщатся, глядя на женщин модельной внешности. Пышные груди и бедра, как у кустодиевских купчих, там по-прежнему в цене. Недавно первой красавицей арабского мира признали аравийку Муваду Наур. Ее вес – 90 килограммов. Зато у нее выразительные глаза и густые брови. А в Бразилии пышные формы давно в цене. Там даже есть конкурс красоты «Мисс Бумбум», где выбирают обладательницу самых выдающихся ягодиц. Традиционная красота по-японски – полная противоположность. Здесь прекрасным считают почти полное отсутствие груди и талии, а еще опущенные ягодицы и короткие и немного кривые ноги. А в Таиланде ценят длинную шею. Чтобы ее вытянуть, многие тайки с детства носят специальные кольца. В африканском племени Мурси считают, что лицо женщины красивым делает тарелка. Для этого еще в юном возрасте прорезают нижнюю губу. А у племени Туарега в Сахаре красивой считается только та девушка, у которой при наклоне на животе образуются не менее 12 складок. Ну а российские знаменитости продолжают себя уродовать в погоне за западным эталоном красоты. Вере Алентовой даже пришлось судиться со своим пластическим хирургом, ведь после коррекции ее стало пугать собственное отражение в зеркале. Не узнать и другую красавицу советского кино Анастасию Вертинскую. Вместе с подтяжкой у актрисы исчез знаменитый раскосый взгляд. А к нам присоединяется журналист Оксана Пушкина. Добрый вечер, Оксана. Многие помнят вашу историю, как вы пострадали от инъекции, которую сделал вам недобросовестный врач. Как вы сейчас себя чувствуете? Все ли хорошо с лицом? Как вам сказать, это вещество у меня живет, это контрафактный продукт, который у меня в носогубных складках. Это, если мне не изменяет память, промышленный силикон и пластиглаз. Вот с этим я живу и борюсь, как могу. Пока иммунитет нормальный, поэтому я занимаюсь каждый день физкультурой, так пока я жива. Оксана, а чем закончилась ваша борьба? Удалось ли вам наказать вот этого врача и добиться, может быть, каких-нибудь компенсаций? Подобного рода дела, они бесконечно сложные и долгие. И мне повезло очень с адвокатом. Мы победили, но в этот день была амнистия, а не амнистия, а столетия думы. И поэтому эта мучительница моя попала под амнистию. Прямо из зала суда она вышла. Вот, она продолжает работать. Хочу предупредить женщин, как бы маниакально я не выглядела со стороны, но я даже, когда мне красят сегодня волосы, я беру коробочку из-под краски. Все, что вам колет, вот только врач прикасается к вам какими-то инструментами или еще чем-то, смотрите, не бойтесь его доставать просто до печенок. Узнавайте, что за лекарства, что фотографируйте, в конце концов, все на айфон. Потому что иначе потом, если что, ничего не докажешь. Пережив то, что вы пережили, что бы вы посоветовали тем женщинам, которые только думают о коррекции или пластике? Стоит ли вообще это делать? Вспять время не вернуть. Все хотят стареть красиво. Но я предлагаю все-таки другой лозунг. Стареем с достоинством. Спасибо. С нами была журналист Оксана Пушкина. Ну а если все-таки хочется изменить свой облик, можно пойти в спортзал. Ну или в общество анонимных обжор. Я София Обжора. Привет, София. Они просят не показывать лица и в породе пока признаются только друг другу. Но это уже прорыв. Виталий наставник московской группы анонимных обжор. Программа освобождения прошел, сахарной иглы слез. Теперь помогает другим. Я себя могу сравнить с наркоманом, который там, ну, долгое время не принимает наркотики. Он понимает то, что наркотики – это яд, это убийство. Я понимаю, что я тоже принимал такой же наркотик в виде сахара. История Натальи еще страшнее. Любовь к еде едва не довела до могилы. Мои родители уже совсем приняли то, что я серьезно больна. Это вот после моей попытки самоубийства. Наталья уже давно в завязке. Больше никаких тортов на завтрак и палок колбасы на обед. Многие люди, они как бы вот думают, ну, что вот обжоры, они там должны сидеть на диете, что мы там ничего не едим и так далее. Не так получается мало еды. За едой тотальный контроль. Что будет съедено и сколько – знает наперед и точно в граммах. Но любой поход в магазин – по-прежнему испытание воли. Соблазнов много. В корзинке лишнего быть не должно. Крупы я ем в качестве углеводов. Поэтому мне они необходимы каждый день. Вот это я ем на завтрак. Очень люблю все вываренное яйцо с какой-нибудь кашей. Зато в спортзале Наталья Звезда себя не жалеет. Результат – внимание мужчин и зависть женщин. Но это не страшно. Опасается лишь новой зависимости от тренажеров. О том, что хорошего должно быть в меру, анонимные обжоры знают лучше других. Алексей Раевский, Надежда Сутягина, Гердорохов, Евгений Еремин. Главная тема. Кстати, эта острая тема уже вдохновляет поэтов и композиторов. О, не хамы, не пижон. Такого здесь добра хоть пруд пруди. Мне нужен не мигий рук, не славик-вакарчук. А просто пластический хирург. Пересадит кожу с попы на лицо. Передвинет вправо левое ребро. Выровняет ноги, увеличит грудь. Буду я красива, а не что-нибудь. Я желаю вам ценить то, что есть. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...